Пока Знаменка делала выбор, Анатолий Синкин просчитывал свои шансы. Усидит ли он за рулем служебной машины или придется уступить место преемнику, которого назначит новый ВИП-пассажир. Синкин водитель первого лица Знаменки. Нужен будет водитель это оставить, не нужно, может быть своего возьмем. Новая команда управленцев должна была сформироваться в Знаменке еще в марте, но тогда выборы отменили. Кандидаты неправильно оформили подписные листы. Избиратели говорят, почти за год в обезглавленной Знаменке клубок проблем значительно вырос. Старая администрация ни в коем случае сюда не подойдет. Представители этой самой старой команды, судя по всему, думали иначе. Среди кандидатов его главы Надежда Юрова и ее зам Татьяна Бурсукова. В конкурентах молодой либерал-демократ из Орла Алексей Кутырев. Он прислал брата, наблюдая за тем, как голосуют Знаменцы. На мой взгляд, и как должно быть, это честный выбор. Честный. Не фальсификация, ничего не должно происходить. Николаю Логвинову к победам в честной игре не привыкать. Он тренера в Казнаменке говорит, что стоял перед дилеммой. Как успеть совместить два тела сразу, тренировать и управлять поселком. Ему отдали предпочтение 1762 человека. Это 50,73% голосов. Очень мудрый человек сказал, что время – это голландская резина. Можно при желании растянуть на все. Жителям Северного района предстояло найти замену бывшему депутату и футболисту Михаилу Берникову. Полгода его место в горсовете оставалось вакантным. Сразу три избирательных участка разместились в пятой школе. Явка превысила 32%. Нужно, чтобы жители отдали голос именно тому кандидату, который достойен их представлять, который реально имеет опыт и имеет знания и будет работать на благо наших избирателей. Мне кажется, победит сегодня глава нашего района, потому что это реальный человек, который делает реальные дела. По итогам голосования депутатом горсовета стала Лидия Кирдеева, набравшая свыше 57% голосов. Кандидат от КПРФ на второй позиции. Итоги голосования в понедельник подвели на совещание в администрации региона. В Орловской области явка составила 44,4%. Наибольшую явку показали Болховский и Тростнянский районы. Очень хорошие показатели получены по городу Орлу. Уверен, что это поддержка проводимого губернатором курса и в экономической части, и в политической части. Всего на 24 вакансии претендовали 72 кандидата. На большинстве участков победили самовыдвиженцы, сторонники Единой России.